Субтитры создавал DimaTorzok И опять на ринге Одинцов Но уже не Андрей Одинцов, а Михаил Одинцов Более того, это не брат Андрея Одинцова Представители разных клубов Андрей Одинцов оба живут близки Но Андрей Одинцов тренируется в клубе «Ресл Стайл» Я так и не говорил А вот Одинцов Михаил тренируется на ваших экранах Он тренируется в клубе «Шок» Боец 91-го года рождения 185 метров рост Не очень у него впечатляющий рекорд 0-0-0 Это первый опыт По профессиональным правилам И вообще можно только записать Титул кандидата в мастера спорта По рукопашному бою А что соперник Арсен Болянцев Ну, за него, наверное, больше говорит Ну, тоже наш Нам его имя ничего не говорит У него такой же Ретер 0-0-0 Тоже его дебют На профессиональном ринге Действительно говорит профессиональный ринг Про ММС Он представляет клуб «Легион» из Ростова-на-Дону То есть, это россиянин Арсен Болянц И сам по себе Принамерность к такому титулованному Известному клубу Говорит о многом Специализируется Арсен Болянц На гайхаринской борьбе И грэплинге Вот это уже поинтереснее Потому что грэплинг Это Ну Тот вид борьбы Который, как на мой взгляд Наиболее подходит К Смешным недовольствам Как базовый вид Потому что Как мы знаем В грэплинге Борьба идет до сабмишина Ну, то есть до сдачи Если прям время закончилось Так вот Эта нацельность На победу Чистую Она оптимально подходит К профессиональным Смешным недовольствам Не к любительским А к профессиональным Где цель тоже Закончить бой Желательно досрочный И желательно Как можно более зрелищный То есть Не играть Не обыгрывать А стремиться Соперника Если это борец Заломать Если это ударник Накрутировать Так вот Грэплинг Поэтому Арсен Болянц На наших экранах Грэплинг Как базовый вид На мой взгляд Ну, это Это и так Всем известно Много представителей Грэплинга Джефф Монсон Прекрасно в грэплинге Выступает И наши Байцы Все олени Много кто Что еще сказать О борце Неболянце Чемпион Ростовской Области По грэплингу Как по грэплингу Так и по грэплингой Римской борьбе Ну Одного Борца Мы только что Видели Его техники Хватило для того Чтобы победить Но Возможно Не хватило бы Для более серьезного Соперника Посмотрим Что будет С Арсеном Болянцем Тем более Что его Соперник Суть к тому Что он Кандидат мастера спорта По рукопашному бою Все таки Имеется Такую более универсальную Подготовку Немного Осталось нам Ждать Клуб регион Конечно Клуб Очень известный Для Всех Любителей Наборств России Ну Знают Многие бойцы Из этого клуба Ну такие Не знаю Сразу Мне в голову Приходят Юрий Бек Мы комментировали Его бои Они может быть Не Ну Не прям Вот Не может быть Не прям Вот такого Очень высокого Уровня Международного Но Очень Крепкие Серьезные соперники Для любого Для любого Уровня Турниров Выступают На многих Турнирах По различным Правилам Достаточно Универсально Подготовлены Посмотрим Как в эту Когорту Этих бойцов Титулованных Известных Как Сможет ли Пробиться Арсен Балянс Арсен Балянс Немножко На ваших Экранах Сейчас Дорогие Друзья Перепутаны Титры Универсально Справа Арсен Балянс Слева Я думаю Вы и так Поняли Из И так И так Ждем Поединка Зажимает в угол Одинцов Пытается зажать Угол Одинцов Балянса Видно Что Борец Балянс По первому Ждаву ногами Бил ногой Опустил обе руки Вниз Хорошо Стоит на ногах Одинцов Мне кажется Его удар руками Опасный Тем более Вот видите Он Бэкфиз Пытался провести Яна умеет Неплохую Ударную подготовку Бэкфиз Тем более Флайн панч Удар в прыжке Рукой Как правило Эту сложную технику Позволяют себе Применять Только те Кто хорошо владеет Базовой техникой Вы никогда не увидите Человека бьющего Бэкфист Еще попытка На бэкфист Если он Просто прямые Бить не умеет Хотя Кстати Что касается Ударов ногами Такая система Не работает Как правило Люди Не умеют Бить ногами Почему-то Считают Что сам по себе Любое Вот такое Дрыгание ногой Оно настолько сильное Что не боятся Бить Хотя Очевидно совершенно Что удар ногами Поставить сложнее Даже чем удар руками Очень хорошо Очень коротко Но очень жестко Одинцов Уносит удары Надо болянцу Быть очень аккуратным Ни в коем случае Не опускать руки Лучше Да Перевести Бой Спартер Он это попытался Но не смог Зафиксировать Позицию Крюветки Находится Это позиция В общем неплохая Для защиты Если только Не лежать В ней Посмотрим Странно Что Одинцов В очень удачной Позиции Не бил колени Или нет Хотя Вот удар с разворота Вообще Не боится Экспериментировать Одинцов Еще один Третий Бэкфист За первые Полторы минуты Боя Две минуты Боя Пока К сожалению Болянц Ни одного Ни одного Опасного Какого-то Действия В сторону Соперника Предпринять Не смог Не выглядит Конечно Он растерянным Хотя Вот попытка Взять Может быть Ногу Скрутку пятки Сделать Отлично Отлично Дожимать Надо Крутиться Конечно Крутиться Греплинг В чистом виде Греплинг Друзья Хорошо Взял пятку У нас гиплоктя Но Не может Зафиксировать Бедро Ах Что расцепило Его Руки Одинцов Ну вот Эти вот удары По корпусу В такой позиции Тем более Когда руки Фиксируют Твои плечи Они конечно Не опасны Скорее Такая работа На суде Да и Удары коленей Вот такие Не очень опасны Жаль Друзья Что Болянц Не смог Довести До конца Прием Потому что Прием Достаточно Сложный Его Опасно И от него Очень сложно Защищаться Если хорошо Взять захват Завязал В партере Болянц Дунцова И правильно Пока Делает Вообще Если конечно Не говорить О спортсменах С феноменальной Функциональной Подготовкой Тем более Что мы знаем Что Особенно в профессиональных Разных Лигах Или нет Доком контроля Подготовка Может достигаться Разными путями Но вполне честными Так вот Если не брать Уж совсем Ключительные случаи Такое смешно Так вот Время Особенно в длительных Боях Если бои Длятся Три По пять Тем более Титульные Пять По пять Время Всегда Работать Против Ударника Это Ну Это Аксиома Удар Конечно Головой В корпус Это Ну Кроме Смех Выжить Ничего Не могут Это Вот Это Значительно Опаснее Но Хорошо Яжит Болянц Хорошо Вяжет Мы видим Взял В кальфгарде Находится Половину Ноги Он взял Взял Замок Корпус Держится Очень плотный Поэтому Не может Пока Одинцов Ничего Предпринять В партере Серьезного Ничего Опасного Нет Секундант Конечно Одинцов Подставит Хорошо Молодец Выбивает На самом деле Болянц Очень Удачно Защищался Конечно Наверное Это у него Очень много сил Потребовало Тяжело Как он Встал Но На мой Взгляд Ничего Такого Серьезного Ущерба Ему Одинцов Не нанес Если Конечно Мы с вами Что-то Не пропустили Тяжело Как-то Стоит Стоит В своем Глубаренце В принципе Это Одинцов Тоже Тяжело Согрелся Сложно Оценить Конечно Общая Активность Была на стороне Одинцова Но Парочка Успешных Тэкдаунов Попытка Захода На Болевой Это Вполне Не могло Компенсировать Все Вот Эти Удары Скользь Которые По большому Счету Судьи Никак Внимание Принимать Не должны Хотя Все-таки Первые Две Две Сполминуты Болянс Находился В основном В Такой Выжидающей Позиции В защите Это То есть Полраунда Он точно Отдал Сопернику Ну а Там Не знаю Надо Исходить Из того Что Он раунд Проигрывает А А это Значит Второй Раунд Наверняка Это Бой Тоже Поскольку Оба Дебютанты Два Раунда Проходят Конечно Второй Раунд Он Надо Действовать Намного Активнее Чем Первый Хотя Бо Так Как Он Провел Вторую Половину Первого Раунда Ну и Делать То Что Он Не Не Стоит Какие-то Непонятные Другими Ногами Вот Его Вот И Бросить Борца Не так Замечание Замечание Сто процентов Бойцу Беларуси Потому что Тот Падает Уцепился За канаты Его С круткой Болянс Бросал Потому что Если бы Одинцов Не зацепился За канаты Болянс Оказался бы Сверху В доминирующей Позиции Намного Лучше Было Было Положение Для продолжения Атаки Я понимаю Что Одинцов Сдел Неумышленно Вот Тем не менее По крайней мере Может быть Не предупреждение Желтко А замечание Следовая Болка Не хочет Одинцов Партер Понятно Что Он Дважды Трижды Там Оказывался И все Время Прямуюсь Объем На его стороне Сильный Стал Стал Болянс Знаете Друзья Конечно Ему Только В партер Хороший Борец Сможет Бороться Даже Обессиленный Он Просто Будет Ждать Пока Соперник Потеряет Баланс Потерять Может Контроль Несколько Комище Своё И переведёт На Техническое Действие Который Не требует Большой Физической Силы Вот В стойке Он выглядит Совершенно Сейчас Бесконечно И Не сейчас А чуть раньше И Наполон Тоже Ну Мы видим Как он Тебе встает И хотя Одинцов Ничего Никакого Ущерба Пока Нанести Такого Серьёзно Не смог Но Если Бой Закончится Так Как Он Продолжается Конечно Будет Одногласное Решение Судей Неразделённая Победа В сторону Михаила Одинцова Знаете Друзья Для Единоборств Есть Несколько Аксиом Которые Даже Не стоит Обсуждать Они Десятилетиями Наработаны Может быть Они Для ММА Не вполне Может быть Что-то Может быть Неизвестно Но вообще Есть Несколько Очень простых Вещей Которые Даже Не надо Обсуждать Одна Из них Например Техника Заключена В силе Знаете То есть Техника Правильная Та техника Которая Сильнее И Много Примеров Когда люди Так называемой Корявой Техникой Уходят Непобеждённые Потому что Никто К этой Корявой Технике Приспособиться Не может Бьют люди Непонятным Траекториям Ломая Защиту Сминая Круша Всё на своём Пути Вторая Аксиома Она Ну Если Её так Сказать Выходить Выходить на бой Надо с двойным Запасом Кондиции Или Физухи Там Кто как Называет Специальной Выносливости То есть Если вы работаете Два раунда Запаса Специальной Выносливости Должно быть На 4 раунда Это совершенно Ненормальная Ситуация Когда Через Один раунд Спортсмен Становится Обессилен Значит Это Принципиальная Какая-то ошибка В технике Подготовки Или может Тактический Неправильный Губен Бой Но в любом Случа Не должен Спортсмен Через один раунд Выглядит Настолько Обессиленным Продолжение следует Зато Стоит Продолжение следует Стоит Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать!